Делать дыры в свежеуложенном асфальте их прямая обязанность. Работники дорожной лаборатории не щадят ни тротуара, ни проезжую часть. Специальная машина в случайном месте аккуратно вырезает из покрытия на всю толщину небольшой кусок. На языке дорожников керн. Это образец уложенного покрытия. Керны отправляют в лабораторию для тщательного исследования и здесь с ними уже не церемониться. Керны разрезают на такие симпатичные кусочки, несмотря на свой размер, довольно увесистые. Нумеруют, чтобы не перепутать, а затем испытывают в различных условиях и сравнивают с эталоном. Эталоны изготавливают здесь же в лаборатории. Привезенные образцы замораживают, исследуют на прочность и количество воды в составе. Чем ее меньше, тем долговечные покрытия. Обязательно смотрят, сколько битума использовали при работе. У нас есть установка, которая отделяет битум от минеральной части. Как только отделили, то есть там все испытания длится в районе полутора часов. Получаем просто зерновый состав. И дальше уже сравним непосредственно с требованием нормативных документов. Такие пробы берут на всех этапах дорожных работ. Как показатель выполнения работы, так и ее качества. Работа подрядчиков улучшается. Они понимают, что их всегда проверят и нет возможности у них сделать что-то по принципу и так пойдет. Там, где возникают моменты каких-то несоответствий требованиям проекта либо ГОСТа, подрядчикам производится за свой счет устранение этих выявленных нарушений. Отверстия в асфальте остаются на совести подрядчиков. Именно они обязаны заделывать их до следующей приемки работ. Причем тем же самым составом, а не засыпать, к примеру, песком. Размер и форма отверстий такая, что не мешает движению автомобилей. Но совсем другое дело на тротуарах. Здесь отверстия должны быть заделаны как можно быстрее. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.